А отец Монтгомери? Милдред, мне жаль, что побеспокоил у ночи, но... Кстати, должен сказать, Робби весьма гостеприимный хозяин. Несмотря на то, что у него, как он сказал мне, был весьма непростой день в школе. О, не страшно, просто парня из команды доставали. В каком смысле? Интересовались билбордами, Милдред. Я тоже насчёт них пришёл поговорить. Ясно. Говорите. Я знаю, как тяжело тебе пришлось, Милдред. И поверь, все знают. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, мы поможем. Всегда. Но мы все так же хорошо знаем у Вильяма Виллоуби. И горожане категорически против этих билбордов. Уже опрос провели, отец? Знаешь, Милдред, если бы ты не перестала ходить в церковь, ты научилась бы тогда хоть немного понимать чувства окружающих. Ко мне человек двадцать подошли в это воскресенье. Так что да, я провёл опрос. Мы все на твоей стороне в том, что касается Анжелы. Но мы против такого подхода. А знаете, о чём я подумала? Я вдруг подумала о тех уличных бандах из Лос-Анджелеса, о крипсах и блатсах. И о новых законах, которые ввели в 80-е, кажется, специально, чтобы остановить эти уличные банды, этих крипсов и блатсов. И если память не подводит, суть тех новых законов была в том, что если ты с ними повязан, вступил в банду, и в соседнем квартале один из братанов, из крипсов или из блатсов, стреляет в кого-то или пыряет ножом, то даже если ты ничего об этом не знаешь, даже если ты просто стоял за углом, а занимался своими делами, по новому закону ты тоже считался виновным. Ты виновен уже потому, что вообще пришёл к этим крипсам и блатсам. И вот я вдруг задумалась, что вся описанная ситуация напоминает мне о церковниках. У вас свой дресс-код и своя тусовка. Вы за неимением лучшего слова банда. Если вы сидите, курите трубку и читаете Библию, пока один из корешей трахает мальчика-алтарника, то получается, отец, что по закону о крипсах и блатсах, вы тоже виновны. Из-за того, что вы одна банда. И мне плевать, что ты ничего не делал, и ничего не видел, и ничего не слышал. Но если ты в банде, ты виновен. И, по-моему, если кто виновен в потрохушках с алтарником или другим юношей, а ведь вы, ребятки, на это дело падки. То он лишается права приходить ко мне домой и говорить обо мне, о моей жизни, моей дочери и моих билбордах. Так что допивайте-ка вы свой чаёк, отец, и валите нахрен с моей кухни. Всё равно спасибо, что заскочили. Субтитры создавал DimaTorzok